Привет! Компания «АвтоСтронг» расширяет свое предложение. Теперь вы можете у нас купить не только запчасти к автомобилям, но и мотоциклы. Запомните наш двухколесный бренд – «МотоСтронг». Мы сами привозим их из Европы, выбираем мотоциклы с минимальными пробегами и продаем их по привлекательным ценам. Все наши байки готовы к поездкам. Пройдут любые проверки, а для клиентов издалека мы сделаем видеоосмотр. Обязательно подпишитесь на Instagram «МотоСтронга», чтобы не пропустить новые поступления. Все контакты в описании к видео. Ну а сегодня мы разберем один из первых собственных бензиновых двигателей Hyundai. Итак, встречаем G4GF. В 1995 году компания Hyundai начала производить свои собственные бензиновые двигатели. До этого корейская компания использовала двигатели Mitsubishi. Моторы семейства Beta – это одни из первых двигателей Hyundai. Это рядные «четвёрки» объёмом от 1,6 до 2,0. Эти моторы вдохновлены японскими двигателями. У них чугунный блок цилиндров, 16-клапанная ГБЦ. Поздние версии, то есть которые пошли с 2001 года, оснащались фазовращателями. В приводе ГРМ – зубчатый ремень. Но зубчатый ремень соединяет коленвал только с выпускным распредвалом, а впускной распредвал приводится от выпускного цепью. Сегодня мы будем разбирать двухлитровый G4GF. Этот мотор выпускался с 1995 по 2001 год и устанавливался на Hyundai Elantra и Hyundai Coupe. Другие модификации этого двигателя выпускались до 2012 года и встречаются практически на всех моделях Kia и Hyundai. Это базовый двигатель для Hyundai Tucson первого поколения. Этот двигатель простой и незамысловатый, механических проблем не имеет, а серьезные поломки встречаются из-за неквалифицированного ремонта дешевых расходников, то есть установки дешевых расходников и экономий на моторном масле. Так как у этого мотора пластиковая клапанная крышка, она уплотнена прокладкой резиновой по всему периметру. Свечные колодцы уплотнены резиновыми колечками, также полукруглые отверстия напротив распредвалов уплотнены. Все эти уплотнения едва ли ходят сто тысяч километров, но стоят недорого и легко меняются, поэтому не стоит ездить с подтеканием масла по клапанной крышке. Также нередко появляется течь по переднему сальнику коленвала. Нередко выходит из строя датчик положения коленвала. Как правило, из-за его неисправности этот мотор начинает неуверенно запускаться. Дроссельная заслонка двигателя G4GF работает в паре с регулятором холостого хода. Из-за загрязнения этих деталей нагаром и сажей масла наблюдается неровный холостой ход. Чтобы решить эту проблему, надо просто почистить эти детали с помощью очистителя карбюратора. Но перед этим надо запастись прокладками, на которые установлены эти детали. И еще регулятор не надо разбирать и чистить, потому что его будет потом очень сложно отрегулировать. И тогда холостые обороты будут еще более плавающими и нестабильными. Вместе с этими деталями чистят и датчик абсолютного давления, который также успевает обрасти толстым слоем нагара. Ну что, угадайте, кто разберет очень быстро этот мотор? Да, правильно, это Артем. Встречаем! Мы начинаем нашу разборочку! На двигателе Hyundai 2.0 установлены две сдвоенные катушки зажигания, которые соединены со свечами зажигания высоковольтными проводами. Для проверки вторичных обмоток надо измерить сопротивление попарно. Значение должно быть около 13 Ом. А сопротивление первичной обмотки измеряется на низковольтном разъеме. Значение должно быть минимальным. Эти катушки очень надежные. Проблемы в системе зажигания проявляются в пропусках воспламенения. Обычно это происходит в холодную и пасмурную погоду. При таких проблемах надо проверять всё. Но начинать надо с высоковольтных проводов. Также не помешает почистить датчик абсолютного давления. Дроссель и впускной коллектор в целом покрываются слоем масла из-за нарушения производительности маслоотделителя. Маслоотделитель в этом двигателе представляет из себя лабиринт, который помещен в клапанную крышку. Но он легко чистится. Для этого надо снять пластину, и маслоотделитель будет как на ладони. Эту процедуру стоит превентивно делать каждые 50 000 км или при замене прокладок клапанной крышки. Перед чисткой маслоотделителя стоит купить новый клапан системы вентиляции картерных газов и несколько трубочек, которые соединяют клапанную крышку со впускным коллектором. Стоит это достаточно недорого, но решит проблему с отсеиванием паров газов от масла. Походу этот мотор залюбили до смерти. Мы видим это по масляному нагару и провисшей цепи. Но пока серьезных повреждений не видим, поэтому разбираем дальше. Зубчатый ремень ГРМ приводит только один распредвал. Помпа, системы охлаждения и генератор приводятся отдельным ремнем. Менять этот ремень надо. Каждые 60 000 км характерные установочные метки присутствуют на шкивах коленвала и распредвала. Обрыв ремня ГРМ – это самая частая причина тотальной поломки этого надежного двигателя. В приводе клапанов двигателя 2.0 и его 1.8-литровой версии нет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры отрегулированы тарированными шайбами, помещенными выемки толкателей. Тепловые зазоры в этом двигателе надо проверять и по необходимости регулировать каждые 100 000 км. Вообще, процедура несложная. Распредвалы снимать не надо. Номинальные зазоры впускных клапанов 0,2 мм, выпускных – 0,28 мм. Цепь впускного распредвала служит очень долго – сотни тысяч километров. На практике, ее практически никогда не приходится менять, если распредвалы не имеют физического износа либо же каких-нибудь тотальных повреждений. По состоянию ГБЦ прогоревших клапанов мы не видим, зато видим масляный налет, а это говорит о том, что моторчик ел масло. Механически, как мы уже говорили, этот двигатель надежный и с этими ГБЦ ничего плохого не случается. Блок у этого двигателя чугунный, хон в цилиндрах приличный и приличный нагар на донышках поршней. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что можно сказать? Нагар на жаровом поясе, нагар на донышках поршней, залегшие маслосъемные кольца, закоксованные маслосъемные кольца. Но при всем при этом критического износа шатунных коренных вкладышей коленвала мы не наблюдаем. Наблюдаем только царапины, которые образовались из-за частичек закоксовавшегося масла. И еще обратим внимание, как сделаны поршни на классическом олдскульном атмосфернике. Это полноразмерные поршни с удлиненными юбками и с просверленными отверстиями для отвода масла. То есть вот эта красота сделана на долгие годы. Верхние коренные вкладыши тоже в неплохом состоянии. В блоке нет маслофорсунок. Вот такие надежные двигатели появились у компании Hyundai в 2000-х годах. Много двигателей и по сей день ездят по нашим дорогам без каких-либо глобальных проблем. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали вот такие интересные и подробные разборы, нам нужна ваша поддержка. Пожалуйста, обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео с друзьями. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 000 км к ресурсу вашего автомобиля. Помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».